...темы... ...эээ... ...ну, например... ...это образец опытный... ...это вы с языка сняли буквально следующую фразу... ...ни одна из разработок Юрия Далматовского и компании в серийное производство не шла... ...кроме того, что он сам был так прекрасен, но он собрал вокруг себя большую группу зараженных его идеями людей, которые рисовали, строили макеты и создавали опытные образцы потому что оно не должно остаться на бумаге оно не должно остаться в макете, надо сконструировать такую штуку, относиться к этому надо только так и плевать на то, что они там скажут, и плевать на то, что они там будут говорить, что нам план давать надо, и мы вообще эту фигню никогда не построим это специальное эскортное такси для принятия рейсов международных зачем вообще им заморачиваться надо было как будто летали все международными рейсами как же это это кстати прекрасный художник работал в группе Далматовского график, ну как автомобильный дизайнер Эрик Сабов несколько лет назад выпустил набор из 20 открыток с оригинальной графикой Эрика Сабова они создали очень много классных прототипов несколько лет назад умер несколько лет в Далматовском взяли у него интервью и говорят вам не обидно, Юрий Аронович, что поставив такое потрясающее наследие которым восхищались очень многие ничего из этого практически люди не увидели что вы остались в синих дни я занимался всю жизнь то что очень любил мне нравятся мне до сих пор нравятся эти картинки классно и это его правая рука Владимир Арямов совершенно сумасшедший автомобильный дизайнер который был командиром пулеметного взвода во время войны прошел всю войну пускай он вам это расскажет а потом я Владимир Арямов начал работать сразу после войны с Далматовским и создавал совершенно безумные концепты с самого начала он знал что его будут подозревать потому что он антисоветчик да, Далматовскому досталось еще за еврейство как раз в самом начале его карьеры потому что борьба с безродными космополитами Арямов нет но Арямов известен тем что он в самом начале плавникового стиля дитройского оборота создал символ победы Волги это рисунок Арямова задней компоновки двигателя купе у него дома стояла огромная коробка набитая эскизами рисунками концептами автомобилей которые он рисовал всю свою жизнь очень многие были даже в каком-то смысле не то что ярые антисоветчины с каприозными рисунками этот автомобиль спорткар это в каком-то смысле был аналогом работы Раймонда Лоуи создания им для бам-бам-бам студебекера чемпиона пули когда вместо радиаторной решетки был такой коническая пуля очень сильно выдвинутая задняя часть стремительный автомобиль ну вообще вот как подано все это дело и вот так называемый рентгеновский снимок автомобиля вагонной компоновки когда у него сзади двигатель когда аэродинамика по просчетам показывала что он будет не ехать а лететь потому что развивал скорость там сильно за 100 км в час для середины 50-х годов ну потрясающий автомобиль при этом это как видите семейный автомобиль поскольку три ряда сидений даже те самые пресловутые лыжи вон за мальчиком влазят причем иногда Арямов понимая что все это делается в стол потому что было я рассказывал на архитектурном цикле было такое называемое направление бумажной архитектуры был бумажный дизайн в советском союзе он иногда даже название своим разработкам давал такие демонстративно провокационные например кувалда моторс или там еще чего-нибудь такое подходящее понимая что совершенно это никуда не годится никуда не пойдет но не мог не рисовать ну чисто антисоветчина рисунок датирован в 61-м годом у нас же дорог то и по нет чтобы это могло проехать слушайте ну как при чем тут дороги надо было построили бы в космос полетели дорогу нельзя сделать что о в космос полетели на пыльных тропинках далеких планет а мы тут про дороги люди за 61-й год 61-й год гагарин полетел какие к черту дороги если они не будут вот эти вот зайцы косить траву то так и останутся всю жизнь самая известная история как бы когда нами лаборатория создала фактически основу вот этих всех концепт разработки единственный раз когда им удалось выпустить от 60 экземпляров своей разработки это легендарный автобус юность который фактически автором Долматовский был Эрик Саба работал в этой компании и прочие ничем не получилось если бы его не оценили на западе он получил 12 международных наград за дизайн он не был ни у кого украден не был ни у кого слизан у него двухметровый люк в крыше изначально был для того чтобы создать вот такой вот в чем-то даже кабриолет автобус кабриолет это был автобус самоназвание юность автобус который был квинтэссенс это 62-ой год квинтэссенция этого времени времени порти времени надежд времени свободы тоже знал что только кажущийся Хрущев лично сказал мне нравится я в восторге будем выпускать ну вот как раз то что вы говорите дороги там бла 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 и главное вмешивались очень сильно конкретно руководители главные инженеры директора это предприятие для которых они работали потому что реакция всегда была одинаковая эти идиоты художественники конструкторы начнут о себе мечтают а как они не подумали как мы это будем реализовывать они подумали как мы это будем внедрять они подумали как мы это на нашей технологической линии в нашем конвейере, с нашими мастерами, как мы это будем все делать. Они не подумали об этом. И часто это выглядело вообще дикостью, когда делалась по заказу завода какая-то разработка дизайнерами. Была такая структура, я сейчас об этом расскажу, как в НИИТ, Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. Техническая эстетика дизайна. Научно-исследовательский институт дизайна. В Москве. Структура очень... В НИИТе страна? Нет. Во-первых, это Головной в Москве, у которого было 10 филиалов. Второй филиал в НИИТе находился... На Пушкинской. Три вуза, которые готовили 61-го дизайнера. Три. Москва, Ленинград, Мухин, Костроганка, Ходпром. Были отдельные ведомственные, региональные подразделения в НИИТе. Был ИКСИД, Международная конференция по дизайну. Международная конференция по дизайну, всемирная. Первая проходила в Минске, здесь, с привлечением иностранных специалистов. Нет, этот ИКСИД это интердизайн. Когда привлекали западные специалисты и советские дизайнеры для того, чтобы что-то проделать. Первая была в Минске, вторая была в Харькове. В 75-м году. Причем, знаете, какая тема в Харькове, в 75-м году была международная интердизайна. Международного вот этого лабораторного практикума. Дизайн для инвалидов. В 75-м году в Харькове. Удачно, правда же? Так вот, зачастую, сейчас просто Юрию Соловьеву дальше расскажу. Создатели НИИТ и вообще всех этих дизайнерских объединений. Так вот, он рассказывает, Соловьев рассказывает, что заказывали в НИИТ разработку, там, какой-нибудь завод, там, тракторный, автомобильный, еще чего-нибудь, бытовых приборов, пылесосов. Уже в 60-х, в конце 60-х, и тем более в 70-х, когда система уже вовсю бы, эта же система еще только строилась. Это период послевоенный, когда вот надо было бороться с людьми, хлебнувшего красоты западной жизни, и срочно решить эту проблему. Когда более-менее была выстроена вся система, она сразу стабилизировалась, и всем этим новшествам, которыми дизайнеры из себя фонтанировали, было не место. Работала уже теперь нормально, отлаженная, плановая система. И они им заказывают эти работы. Нахрена они? Сами лезут в петлю, если им они не нужны, эти новые современные разработки. Зачем? Кто тут постарше? К концу года надо отдавать бухгалтерскую отчетность. Есть не списанные средства. Если их возвращать, в следующий раз, ровно на эту сумму, вам урежут финансирование. Их нужно на что-то списать, эти деньги. В декабре, перед... Я так понимаю, все по нуля, никто не помнит, как это работает. В декабре, перед Новым годом, надо было избавиться от лишних денег на счете предприятия. Поэтому там путевки в принудительном погрядке, там какие-то мероприятия, дрым-брым-брым. А тут дорогостоящая разработка. Мы инновационную линию отправляем в Москву во ВНИТЭС. Создайте нам новый автомобиль. И эти деньги, это же государственные деньги. Их же все равно себе не оставишь. Их либо надо отдать государству, а тогда тебе в следующем году хуже будет. Либо куда-то потратим. Тратим, отдаем. Эти делают, они говорят, спасибо, дорогие товарищи. И вешают этот планшет с акварельной отмывкой в кабинете директора. Когда приезжает иностранная делегация, говорит, наш завод осваивает такую экспериментальную разработку. В скором времени вы увидите будущее нашего производства. Иностранцы говорят, ой, да, срусишь дизайн, гуд. Советишь дизайн, гуд, фантастиш. И довольны уезжают туда. Он говорит, прикольно. Никогда мы это делать не будем, потому что нахрен оно нам надо. У нас отлаженное производство из года в год. Вот крепаем одно и то же, даем план в 102%, получаем квартальную и годовую премию, 13-ю зарплату. И все работает. Зачем нам морочить себе голову с этой фигней? Потому что какие-то придурки в Москве вот этой ерундой страдают. Тоже мне дизайн им надо. А по условиям договора, если проект не был реализован, то государство, государство уже выплачивает неустойку разработчикам, дизайнерам. Поэтому получается, что и дизайнеры в принципе не заинтересованы в том, чтобы идеи были реализованы на практике. Фантастика. Это выпустили, потому что Хрущев лично вмешался. Посмотрите, как он прекрасно сочетается с тем, к чему он предподъехал. Здесь виден вот этот кабриолетность. Это, кстати, тоже рисунок Эрика Саба. Жесть согласен, причем здесь четко просматривается этот левый плавниковый стиль. Кстати говоря, это тоже одна из этих открыток Эрика Саба. Он же не только пыльные дорожки далеких планет, он не только нарисовал, собственно говоря, ну, разрабатывал он и все. Юнасич был одним из участников этой группы. Это фильм Казанцева «Планета Буль». Одна из самых первых научных фантастик в Советском Союзе. Такая космическая сага. Я о нем рассказывал на цикле «Нартура в кино» про фантастику и даже большую статью о Павле Клушанцеве, который фактически был одним из самых ключевых в середине XX века создателем жанра спецэффектов. У него учились калибуды. Спилберг собирал информацию о том, как Клушанцев это делал. Как создать эффект невесомости, как создать планетологию, не в смысле планета, а в смысле узнаваемую, и то, чтобы зритель поверил, вот эту самую другую географию, другую вообще, другой мир, другой планеты. Саба создал для Клушанцева «Планетоход». Одна из ключевых научно-фантастических таких, один из ключевых научно-фантастических элементов вот этой фантастики в конце 50-х годов. Этот дизайн, он, ты понимаешь, наивный, и при этом очень трогательный. Он странный, детский в чем-то, и при этом очень честный. Они очень искренне к этому относятся. И это, ну не знаю, только ли у меня, потому что у вас тоже, он мог вызывать просто уважение, а восхищение этими людьми, которые просто лбом пытались эту стену прошибить. Но юность, это, конечно, прекрасная история. Это шла история из Москвы. Но когда я пытался еще год назад найти образы советского дизайна, дизайна юности, дизайна оттепель, у меня все время в голове была картинка последней кадры из Кавказской пленницы. Помните, когда Шурик провожает Нину куда-то туда, она садится в странный такой микроавтобус туристический, странного дизайна, и понимает, что, блин, ну это же Кавказ, черт возьми. Это же наш автобус. Что это за автобус, меня с детства беспокоил. Ну я же тоже немножко шарабахнутый, я же тоже с детства не девочек рисую. Меня он долгое время беспокоил, пока я уже взрослым не узнал, что речь идет о старте. Буквально вслед за юностью появилась идея создания микроавтобуса, который очень многим характеристикам бы удовлетворял, который кроме своего эффектного дизайна был бы по-настоящему комфортабельным туристическим автобусом. В котором был бы P-образной формы, то есть с двух сторон и торцевой диваны, в котором был бы удобный мягкий салон, в котором были бы панорамные окна, но при этом со шторками, чтобы можно было затенять это в тропическом климате, например, Кавказа. И даже таком, что у него было бы при такой компоновке, задней компоновке, в багажнике сзади большой умывальник, в котором можно было бы умыть руки. Идея эта преднадлежала не МАМИ, не НАМИ, не москвичам, а северодонецким ребятам из северодонецкого авторемонтного завода. В это время уже были введены совнархозы, и тогда первый секретарь обкома Луганского обкома партии сказал, «А шо ж, не побоимся, мы в Луганске сделаем свой не хуже московского, не побоюсь этого слова, микроавтобус». Но только нам нужно, чтобы наши ребята-слесаря на этой самой базе, они справятся, они создадут прототип, они все это сделают. Но вот такой вот дизайн, чтобы не хуже, чем у москвичей, не хуже, чем у юности, мы постараемся, собственно говоря, ну вот тут там перечислены всякие разнообразные экспериментальные цехи, ну в общем-то главный Андрос был в этой команде, который инициатором был создания старта. Ну нужны дизайнеры, по сути дела, которые смогут создать нам корпус, форму этого самого автобуса с идеальной геометрией, с идеальной пластикой, с идеальной аэродинамикой. И этот автобус мы не будем делать из штампованного металла, а это будет стеклоткань, он пластмассовый. Эпоксидка, стеклоткань, где взять специалистов? Где? В Хаде. В Северодонецк, Луганск, Харьков. Ну где эти авиации? Толеко в авиации. У тебя в Хаде, вон на Петровского находятся. Тем более, что ребята в это время уже вовсю были известны валидами своими скоростными гоночными автомобилями в Хаде. Они переехали на время работы над стартом в Северодонецке, сделали прототип. Хрущев аж застрялся от восторга. Он говорит, вот там, в дыре... Извините, Светлана. Вот там, можно это сделать, запускаем в серию. У них даже не было... Это же не завод, это мастерские, это цеха ремонтного завода. У них нет комплектации, у них нет двигателя, у них нет базы колесной. Они им списали двигатели от ВОК. Они их получили в качестве такого дули в кармане. Можно ли? Получилось настолько прекрасно, что когда на Мосфильме спрашивали, а что будет олицетворять кавказская пленница, черт возьми, олицетворять это время, им сказали, возьмите старт. И он будет работать как символом времени. У этого автобуса очень много позитивного. Есть один серьезный недостаток, поскольку это вот такой материал корпуса. При зимой, при охлаждении, он не ведет, он теряет свою нормальную геометрию, он может кривиться. А потом вернется. Не уверен. Потому что уже все. Памяти формы нет у этого материала. Ему нельзя перемерзать. Но в общем-то для Крыма, для Кавказа, для тропических, не сильно морозных стран, мест, этот был прекрасный, туристический, элегантный автобус. Вершина писк плавникового стиля, американская плавникового стиля в Советском Союзе. Когда я в прошлый раз рассказывал, год назад днем рассказывал, тоже моя бывшая студентка, которая была на этой лекции, она с моей с Донецкой, говорит, нас еще до конца 80-х у дедушки в гараже был старт. Когда я выложил какой-то сейчас анонс, мне написали из Днепропетровска, я был одним из тех немногих, кто видел живой старт. Их было 200 штук выпущено. Знаете, почему, кстати говоря, почему они не пошли дальше? Ну, два соображения. У любого проекта, дизайнерского, дизайнерского, есть несколько важных стадий жизни. Первая стадия, когда заботаешь с заказчиком, понимаешь техническое задание, воспринимаешь, собственно говоря, что надо делать. Это очень важно, это 50% работы, когда ты хорошо понимаешь, что нужно сделать, умеешь слышать заказчика. Потом идет эскизное проектирование, оно тоже достаточно много затягивает. Ну, вот первое так можно концептуально проектировать, когда вам надо договориться, что вы хотите. Потом идет эскизное проектирование, когда вы, в принципе, понимаете, что надо, и теперь надо это сделать, в общем-то. Когда, в общем, более-менее принято, теперь начинается работа над реализацией, делается прототип. А потом начинается внедрение. Потому что многие вещи окажутся, как, например, с тем, что он при примерзании будет его коробить, или там, что здесь будет защемлять руки, нужно внести коррективы. Не бывает, это очень, кстати, важная вещь, хорошо, что вы спросили, не бывает ситуации, когда человек не ошибается. Человек, человек, он должен ошибаться. Такое впечатление, например, в истории с советским дизайном, что у дизайнеров было, ну да не у всех, было отнято право на ошибку. Ты не можешь ошибиться, не имеешь на это права, ты должен сделать раз и правильно. Кто такую глупость вообще сказал? Ошибиться надо, иначе не бывает. Ошибся, что надо сделать? Извиниться. И исправить. Извиниться и исправить. Вот этого этапа очень часто не было. Права на ошибку не было, права на извинение не было, и права на исправление не было. Поэтому, в отличие от старта, большинство вот этих разработок, может быть, они были бы бредом, они выглядят красивыми на картинках. Может быть, этого вообще не надо было бы делать. Но проверить это же, как можно, кроме как, внедрив это и поняв, взяв этот фидбэк. Вторая сторона этого дела, в какой-то момент им просто сказали, ребята, перестаньте баловаться, и просто перестали поставлять агрегаты, двигатели. А они не могут свои... моторы, от чего они возьмут. Они могут снять из списанных, там, на МТС, ближайше, в Северодонецке, каких-нибудь Зилов, Гайзиков. Ну, это же... Какой автобус? В Киеве, видите? У меня крещатит. Шторки. Посмотрите, как задние вот эти фонари, и вообще, как линия задняя прорисована. Она вторит, там, от УАЗика вот этот вот, замок багажника, он просто повторяет одна линия, другую линию. 63-й год. Парочку сохранилось... Это, кстати, рисунок Захарова из команды Далматоска, одного из самых лучших автографиков. Потрясающего художника. Но это еще, как бы, такой его ранний стиль, а последние его вещи просто там, ну, очень филигранная работа. А это в музее. Причем, почему-то он находится в Москве. Находится в музее военной техники. Почему это военная техника, я не знаю. Музей боевого братства. Видите, старт. Наши. Ну и предпоследняя возникающая ассоциация, это вообще, тоже для меня, это фантастика. Суда на подводных крыльях, это очень четкий, ну, опять же, для тех, кто помнят вообще, кто ездил на них, что это такое. Понимают? Сейчас много их будет. Метеор, ракета, буревесник, орлёв. Так, куча их было. Восход. Вот, это была вообще безумная идея одного человека. Алексеева. Да. Ростислава Евгеньевича Алексеева. Потому что, по сути дела, это один, вот как спутник, это такой символ советского дизайна. Так и судно, они же были, ну, глиссеры, катера, были и в других странах. Были суда на подвозушных подушках, изначально не наши, а западная разработка. Но вот именно судно на подводных крыльях, пассажирское судно на подводных крыльях, это буквально вот такая визуализация движения, визуализация аэродинамики, визуализация полёта, низкого, правда, подвода, но всё равно полёта. Это вообще другая, ну, как бы, другой класс водного путешествия, потому что скорости до, ну, вообще обычной базы там 50-60 км в час, а там до 100 доходило, ну, некоторых разработках, 110 км по воде. Это было символом вот этой, вот опять же, жизни. Если вы помните, в «Бриллиантовой руке» там тоже, значит, какой-то сцен, когда уже всё хорошо, они победили, они где-то в заливе там, в судах на подводных крыльях рассекали. Ростислав Евгеньевич Алексеев, это как и Долматур, как и все, это очень непростая история жизни отдельно взятого человека. Это драматическая история, потому что, собственно говоря, он изначально точно так же, у него художественное образование было, потом он закончил в Горьком, в Нижнем Новгороде, политехнический институт, который теперь носит имя Алексеев. Вообще в Нижнем Новгороде там сейчас к нему относятся с огромным почтением, уважением, понимая, что это один из самых таких знаковых нижегородцев, которые были, хотя там много, в Горьком, в Нижнем Новгороде много персонажей есть, кстати, по очень многим вещам, я просто люблю Нижний Новгород, у меня друзья там есть, и я там бывал, и вообще очень много есть параллелей с Харьковом. И вот Алексеева переводят в Москву, там тоже всякие неприятности были, и матери слуги, короче, были всякие разные, на самом начальном этапе палки в колесах, во время войны он в Нижнем, в Нижнем уже немцев не было, он в Нижнем, и он работает в бюро ОТК по приемке в 34-х, танков, но рисует странные суда, рисует, все время это заворачивает, он подает, значит, заявки, а он инженер, он как бы не вот этот графоман-аматор вот инженерного дела, которые странные конструкции, которых много было всегда, рисует, особенно во время войны, когда надо, сейчас создадим супероружие, все, и все немцы по-оборот сразу, а он рисует вот эти вот суда, которые на подводных крыльях, в основном, конечно, для военных нужд, торпедные катера, для военных нужд, ему отказывают в очередь такой ультимативной жесткой форме, в конгрессу.